Давайте сначала про терминологию, про то, чего я не могу избежать. Знаете ли вы, что такое ион? Ионы – это заряженные частицы. Вот у нас есть атомы, есть молекулы, атомы и молекулы. Все знают? Вот. Вот если такой атом или такая молекула несет заряд, то есть она несет заряд положительный или отрицательный, то она называется ионой. То есть бывают положительно заряженные ионы и отрицательно заряженные ионы. Положительно ионы с одним зарядом отталкиваются друг от друга, ионы с разными зарядами притягиваются друг к другу. Так, с ионами более-менее понятно. Теперь, знаете ли вы, что такое потенциалы и разность потенциалов? Смотрите, я больше не смогу это подробно объяснить, потому что, в принципе, это некая основа физики, которая готова преподавать, и в любом случае мы сейчас не успели. Но если мы возьмем, например, два... А, ну вот, например, у нас в розетке, если у нас в розетке есть разница потенциалов между одной дырочкой и другой, если вы туда воткнете два пальца свои, то поскольку в одном пальце будет один потенциал, а в другом другой, в одном положительный, а в другой отрицательный, например, ну, для простаты скажем, в одном матрице... Ну, главное, чтобы была разница, да? То по вам пойдет электрический ток. Потому что электрический ток — это некие заряженные частицы, это могут быть электроны, а могут быть ионы заряженные, которые идут к противоположно заряженному полюсу. То есть все ваши электрончики, которые отрицательно заряжены, они побегут, побегут, побегут к положительному полюсу вот этой вашей розетке, и вы получите удар электрического тока. Вот это вот, это называется, собственно, разных потенциалов. И чем по-другому, это называется напряжение. Оно меряется в вольтах. Вот у нас напряжение в нашей розетке 220 вольт. Это значит, что разница в потенциалах между одной дыркой в розетке и другой дыркой в розетке равняется 220 вольт. Это такая единица. Теперь поставим такой эксперимент. Мы возьмем два электрода. То есть вот эти вот два таких проводящих... Ну, представьте себе, что это проволочки. На самом деле это тоненькие трубочки, заполненные проводящим раствором. Не важно. Вот. Эти электроды, вот между ними, вот здесь анализованы так условно, они подключены к специальному прибору, который, собственно, измеряет вот эту вот самую разность потенциалов. Да? Измеряет напряжение. Вы возьмете такой прибор с двумя электродами и опустите просто эти два электрода в воду. Какое значение покажет этот прибор? Как вы видите? Ноль. Потому что никакой разницы потенциалов нет. Эти два электрода находятся в одном и том же растворе, с чего бы там быть разница потенциалов, да? Теперь, предположим, вы возьмете такую штуку, и один из этих электродов возьмите в землю, а другой возьмите в розетку. Какую вам покажет разницу потенциалов? Двести двадцать вольт. Ну, сто десять, это георгий лиц. У нас покажет двести двадцать. Вот. Так вот, теперь, после того, как благодаря Ходжкину и Хаксли, Джону Яргу и Кальмару у нас появилась возможность вогнуть электрод не в розетку, а внутрь клетки, мы этой возможностью немедленно пользуемся. И, оставляя один электрод, который здесь называется внеглеточный, в растворе, у нас, значит, представьте себе, как выглядит экспериментальная установка. У нас есть метра, емкость. В ней лежит гигантский аксон Кальмара. И все это забито морской водой. Сейчас оба этих электрода погружены в морскую воду в разницу потенциалов в ноль. Дальше мы один из этих электродов протыкаем в мембрану гигантского аксона и оказываемся внутри в ее цитоплазе. Неожиданным образом мы видим, что разница потенциалов перестала. Вот здесь вот она была ноль, а вот там, где красная стрелочка, мы вошли внутрь клетки. И мы увидели, что разница потенциала стала равна минус 60-70 милливойт, то есть тысячных вольт. Это очень маленькая разница потенциалов по сравнению с той, которая есть у нас в розетке. Но, тем не менее, она есть, и она есть всегда. В любой клетке. В нейрон, в клетку кожи, в какую угодно клетку. Если мы с ней проведем такой эксперимент, и введем внутрь, зарегистрировали разницу потенциалов между цитоплазмой и внеклеточной средой, мы эту разницу потенциалов обязательно обнаружим. И всегда окажется, что цитоплазма заряжена отрицательно по отношению к внеклеточной среде. Это называется... Обычно не говорят разницу потенциалов, потому что это долго. Говорят... Ну, обычно не говорят. Обычно говорят мембранный потенциал. Вот говорят, мембранный потенциал этой клетки равен минус 70 милливойт. Это значит, что разница потенциалов между цитоплазмой и внеклеточной средой в этой клетке равен минус 70 милливойт. Если нету разницы потенциалов, есть поводовы внутри клетки электро, то разница потенциалов никакой нет. Значит, эта клетка умерла. Вы ее выкидываете, и следующий период. Не бывают живых клеток, у которых нету мембранного потенциала. За счет чего он возникает? Возникает вот эта разница потенциалов за счет того, что внутри клетки цитоплазмы и снаружи клетки в внеклеточной среде разное количество разных ионов. Как мы помним, ион — это заряженные частицы. Если у нас внутри, в цитоплазме будет больше отрицательных частиц, чем положительных, а снаружи будет коров, то тогда у нас внутренняя цитоплазма окажется отрицательно заряженной по отношению к внеклеточной среде. Мы зарегистрируем разницу потенциалов. Что мы, собственно, и делаем. Но вы поднимаете руку, если вы понимаете, что тяжело будет. Что же происходит потом? Почему это возникает? Откуда берется эта разница в концентрации агент? Как мы помним, у нас есть мембрана, клеточная мембрана. Клеточная мембрана отделяет нас цитоплазму от внеклеточной среды. Клеточная мембрана, если вы проходили, что это такое по биологии, это билипидный слой. Все слышали это слово? Через клеточную мембрану, хотя не очень важно, что это билипидный слой, а важно, что через нее не проходят его никакие. Вот если просто взять чисто клеточную мембрану, вот чисто вот этот самый билипидный слой, через нее не проходит ничем. Но на нем есть специальные штуки. На самом деле белки. Белки, которые умеют, не те белки, которые яйца, а белки, это такие молекулы, которые умеют делать разные вещи. Вот на облеточной мембране находятся очень важные белки, два типа белков, которые умеют эти ионы неким образом помогать ионам попадать изнутри клетки наружу или снаружи внутрь. Вот первый такой важный тип таких молекул, это называется ионный насос или ионная бомба. А что делают такие белки? Такие белки умеют брать, вот, например, вот здесь вот показаны ионные калий, натриевый насос. Что он делает? Он берет изнутри клетки три иона натрия и выбрасывает их наружу. А снаружи он берет два иона калия и помещает их внутрь клетки. И так много-много раз. Что тогда получается? Получается, что внутри клетки становится много ионов калия и очень мало ионов натрия по сравнению с тем, что снаружи. Понятно, что это делается против градиента. Градиент. Кто не знает, что такое градиент? Градиент – это разница в концентрации. Вот если где-то у вас каких-то частиц много, например, у вас есть раствор, и в одном углу этого аквариума, в одном углу выкапнули, например, чернил. Вот в месте, где выкапнули чернил, там этих молекул, этих чернил очень много. А в другом конце аквариума их вообще нет, очень мало. Вот эта вот разница в концентрациях, она называется градиентом. И вещества диффундируют, то есть распространяются по градиенту. То есть от того места, где концентрация веществ много, большая, и вещества этого много, туда, где его мало. Это такой закон природы. Вот. То есть если вы, вы представляете, его капнули капельку чернила в обвале, довольно быстро эти чернила разойдутся по всей воде, и через некоторое время, даже если вы не будете эту воду трясти, перемешивать, там ничего с ней делать не будете, перенагревать, через некоторое время вся эта вода станет равномерно серого цвета. потому что эти чернила разойдутся по ней. Вот. Градиент исчезнет, потому что больше не будет разиться концентрация. Так вот. Ионные насосы, они, ионы, перекидывают против градиента. То есть вот, несмотря на то, что здесь уже концентрация натрия очень низкая, то есть ионов натрия очень мало, а галия много, вот такой вот ионный насос, он все равно хватает те немногие ионы натрия, которые еще он находит, которые к нему подплывают в этой цитоплазме, все равно выкидывают его наружу, против градиента. То есть туда, где его концентрация выше. А галий, наоборот, закидывают внутрь, тоже против градиента. Понимаешь, что раз он делает против градиента, значит, ему для этого что нужно? Ему для этого нужна энергия. Сами по себе такие штуки не делаются, потому что это будет посворить с законом физика. Он это сможет делать только при условии, что каким-то образом он будет на это потреблять некую энергию. И на самом деле, вот большая, длинная часть энергии, которую потребляет наш мозг, а вы знаете, что наш мозг потребляет очень много энергии, он потребляет именно на то, чтобы поддерживать работу вот этого механизма, калий-натрия-вокома. Вот. Если вы заметите, то поскольку он меняет три иона натрия на два талия, то заряд клика, то внутри цитоплаксом заряд становится немножко более отрицательным по сравнению с наружной средой, потому что вы три плюс меняете на два плюс. Это значит, что у вас здесь, а количество минусов у вас остается. Если вы будете неравномерно менять количество, то есть из клетки выкачивать, это все равно, что как если бы он просто выкачивал по одному иону натрия, ничего не давая взамен. Это значит, что этот механизм, вспомнилый натриевый насос, он положительно заряженный иону выкидывает из клетки. А при этом там же в этой же клетке есть и отрицательно заряженный ион, там с самого начала были, их-то количество остается тем же самым, их никто не трогает. Это значит, что общий заряд цитоплазма становится более отрицательным, потому что положительный заряд уходит, отрицательный остается, заряд становится более отрицательным. Понятно? Хорошо. Но на самом деле это не единственный механизм, то есть за счет этого создается разница в концентрации. А разница в потенциале создается в основном благодаря второму типу таких молекул, таких белков, которые проводят ионы через мембрану. И это называется, такие молекулы, такие белки называются ионные каналы. Ионные каналы это тоже белок, который находится, сидит в мембране, и у которого есть дырка, пора. Он формирует, на самом деле там несколько белков, и они формируют такую пору в мембране. Представьте себе, что такое пора, понимаете? Вот. Дырка, через которую ионы разные, то есть для каждого канала свои, могут проходить между, с одной стороны мембраны, на другую. Таких молекул, таких каналов ионов на нашем мембране довольно много, и большинство из них, как правило, находятся в закрытом состоянии. Есть специальный механизм, который их закрывает. Они открываются только в специальных случаях. Но вот есть такой канал, который называется калиевый канал утечки, он так и называется, утечка. Что значит калиевый канал утечки? Это канал, через который проходят ионы калия, и не проходят никакие другие ионы, только калия. И проходят они без затрат энергии, просто по градиленту, то есть по законам диффузии. Оттуда, там, где их больше, если их в одном месте больше, а в другом меньше, то они просто по этому каналу начинают просакивать. То есть здесь, в нашем случае, куда пойдут ионы калия? Ионы калия нарисованы в желтенькие. Пойдут внутрь клетки или снаружи? Внутри клетки ионов калия много, снаружи клетки ионов калия мало. Мы открываем для них форму. Откуда они пойдут? Оттуда, где их много, туда, где их мало или наоборот? Туда, где их много, туда, где их мало. Гениально. Они пойдут оттуда, где их много, туда, где их мало. По градиленту концентрации. Они так и делают. Они начинают идти туда, где их мало. И здесь их становится все меньше и меньше. И что при этом происходит? Как вы думаете? Что происходит с зарядом? Он увеличивается. Разница потенциалов увеличивается. Абсолютно верно. Потому что цитоплазма клетки становится еще более отрицательно заряженной, чем была раньше. Ведь у нас положительно заряженные ионы из нее уходят, а отрицательно заряженные ионы в ней так и остаются. Это значит, что у нас мембранный потенциал, то есть разница потенциалов между цитоплазмой и внеотрицательной средой, он растет. Вот это я здесь написал. Он растет. То есть внутренняя сторона отрицательной мембраны становится еще более отрицательно заряженной. Вот здесь я это нарисовал такими минусами и плюсами. И вот теперь, благодаря этому механизму, собственно, у нас разница потенциалов и стала такой большой, на самом деле, довольно большая разница потенциалов, о которой я вам говорил, минус 70 миллионов. Но в какой-то момент ионы калия перестают выходить из клетки, потому что вот этот вот градиент концентраций начинает уравновешиваться так называемым электрическим градиентом. Ведь мы помним, что ионы калия, они положительно заряженные. И они выходят из клетки. Сначала выходят, 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 а цитоплазм становится все более отрицательно заряженным. Каждый раз ионы калия выходят, а количество отрицательно заряженных зарядов цитоплазм не остается. И в какой-то момент ионы калия становится тяжело выходить, потому что они же заряжены положительно, им нужно выйти из отрицательно заряженной цитоплазмы. А цитоплазм их притягивает. Им как бы хочется выйти, потому что по градиенту они уже еще должны выйти, но уже не можется, потому что потому что их притягивает отрицательная зарядность цитоплазма. И достигается равновесие. То есть на самом деле они ходят туда-обратно по этому ионному то и тому канону, но они ходят то туда-то обратно. Это собственно равновесие называется мембранным потенциалом нейрона или потенциалом покоя. Вот в норме у нейрона мембранный потенциал покоя так формируется и он равен минус 70. Следующий эксперимент мы делаем. Мы воткнули в наш нейротчик два электрода через один из которых пропускаем ток. Мы же можем через электроны через наших пропускать ток. А второй электрод мы воткнули для того, чтобы мерить, что происходит с мембранным потенциалом. ну, в этом не проходили никто, это закон Ома, это очень сложно, но просто поверьте мне на слово, что если вы пропускаете ток, то вы можете менять потенциал. Вот. Вы можете менять потенциал так в сторону, разница потенциалов так в сторону увеличения, то есть делать склетку более отрицательный заряд током одного направления, а током другого направления вы можете делать разница потенциалов меньше, то есть делать внутренне с интернетикоплазным как и более гуалитическим зарядом. Когда вы увеличиваете разница потенциалов, это называется гиперполяризация. Вот если мы будем пропускать такой гиперполяризующий ток, мы увидим, что вот здесь показаны вот такие толчки током, ведь он не с каждой карты сетчей больше, чем предыдущий. А здесь показываем изменение мембранного потенциала клетки. Мы видим, что вот чем больше толчок тока, тем больше изменяется мембранный потенциал. Ну, в общем, это лилейная зависимость, то есть никаких чудес не происходит. А вот если мы пропускаем деполяризующий ток через нейропу, то есть мы уменьшаем разницу потенциалов между цитоплазмой и миокеточный следователь, то оказывается, что до какого-то момента происходит то же самое, что и с гиперполяризацией, то есть чем больше толчки тока, тем больше изменяется мембранный потенциал. Но начиная с определенной силы толчка, мембранный происходит какая-то удивительная штука. Мембранный потенциал изменяется резко, очень сильно и всегда на одну и ту же величину. Дальше вы можете вот эти вот толчки увеличивать как угодно, все равно сильнее, чем вот такой вот скачок, вы ответа не добьетесь, это вот скачок мембранного потенциала, и он будет заканчиваться до того, как закончился ваш и пульс толка. То есть вы можете продолжать пропускать этот деперализующий толк, а мембрана вернулась, потенциал мембранный потенциал клетки вернулся к своему исходному значению. Вот такая вот штука называется потенциалом действия. И то, что он всегда имеет одну и ту же величину, об этом говорят как о законе все или ничего. То есть потенциал действия он либо не возникает, а уж если он возникает, то он всегда становится одинаковым. Всегда оказывается одинаковым. Все или ничего. Что такое потенциал действия? За счет чего он возникает? Он возникает за счет того, что у нас есть еще один тип интересных каналов на мембранах, называется потенциалозависимые натриевые каналы. Это Это канала, часть которой, как следует название, проходит натрий, и которая, возможно, не закрыта. У них есть вот, видите, такая затычка, которая всегда их держит закрыт. Но, если мы деморализуем мембрану, то есть мы предложим, вот мы даем, видите, толщики положить, мы даем толщок, ничего не происходит. Даем следующий, даем большой толщок, и в какой-то момент вот эта вот затычка выпадает. Ну, это называется не затычками, а ворот таких каналов, которые умеют закрываться-открываться. Вот эти механизмы, которые закрывают и открывают, они называются воротами. Вот если детализовать эту клетку до какого-то порогового значения, понимаете, что такое пороговое значение? Это значит значение, ну, если достигнется некого значения, когда что-то произойдет, собственно, это называется порог, да? Вот, то этот канал открывается, и что происходит? Йона натрия, которых снаружи очень много, а внутри очень мало, начинают через этот канал по градиенту концентрации просто заходить внутрь клетки. Что происходит при этом с мембранным потенциалом клетки, как вы думаете? Разница потенциала в что-нибудь? Уменьшается. Абсолютно верно. Разница потенциалов уменьшается сначала, а потом она начинает увеличиваться, потому что происходит смена полярности. Потому что внутренняя часть мембраны оказывается положительно, туда заходят так много положительно заряженных ионов натрия, что внутренняя часть мембраны оказывается положительно заряженной по сравнению с внешней. И мы видим, что потенциал действия оказывается выше этого значения. То есть клетка становится еще более положительной зарядной, то есть полярности поменялись. Но это очень быстро прекращается, потому что у потенциалозависимого натриевого канала есть еще другие ворота. Другая затычка, которая закрывается просто через короткое время после того, как этот канал открылся. Закрывается она в любом случае, незамесимо от того, какой потенциал. Она закрывается, и некоторое время остается закрытой. И тогда этот канал, это некоторое время, не работает. Это называется период рефракторности. Время, когда, что бы мы с мембраной не сделали, потенциалозависимый натриевый канал не откроется, потому что у него вот эти ворота закрыты. Он иноксидирован. А что происходит в это время, так вы думаете? Почему потенциал обратно меняется? Вот мы видим, что потенциал действия, он не просто не остается вот здесь, на этом уровне. А он резко идет вниз. Как вы думаете, почему? Может быть, что натрия становится очень много, и в последнее время становится негативно? Ну да, ну и много, и канал натриевый закрыт. А почему потенциал клетки обратно идет в отрицательное значение? Потому что она работает в мембране. Даже для этого не нужно, чтобы что-то начинало работать. Потому что, помните, у нас в этой же мембране находятся постоянно рвоты и калиевые каналы. И калий, он постоянно ходит туда-обратно. Просто он находился в состоянии равновесия. А после того, как мы клетку деполилизовали, то есть водитель консалвейсимый, больше этого равновесия нет. Потому что калий больше ничто не удерживает от того, чтобы дальше выходить наружу. Потому что внутри клетка стала положительно заряжена. И калий стал не притягиваться цитоплазмом, а отталкиваться от нее. И он быстро уходит наружу. И за счет выхода калия из клетки потенциал мембраны восстанавливается. А потом, за счет работы натрия-калиевого насоса, который, как вы помните, в этой же мембране находится, восстанавливаются правильные концентрации калия и натрия. Он обратно выкачивает весь натрий, который зашел внутрь клетки во время потенциала действия, и закачивает обратно весь калий, который из нее вышел. И все возвращается на круги свои. Вот так работает потенциал действия. Я очень надеюсь, что... Как устроен потенциал действия? Я очень надеюсь, что кто-нибудь это из вас понял. Да, здесь все это нарисовано. Смотри, когда натурально становится... Как распространяется потенциал действия? Потенциал действия... Мы же помним, что потенциал действия распространяется по аксону. Он должен так-то бежать. А почему он бежит? Очень просто, на самом деле, почему он бежит. Представьте себе, что вот мы здесь вызвали потенциал действия, и здесь внутренняя часть мембраны оказалась положительно заряженной по отношению к внешнему. Итак, посмотрите на соседний участок. Вот здесь, в соседнем участке, вот эти плюсики, они же постепенно распространяются по сторонам. И в соседнем участке мембраны, мембранный потенциал тоже меняется положительную сторону. Диффузия вот этих вот положительно заряженных нюансов. И поскольку, когда здесь возникает, достигается порог, то потенциал действия заново, заново, возникает в соседнем участке мембраны. И так каждый раз. То есть потенциал действия, он на самом деле не бежит по мембране, как электрический ток. Он каждый раз возникает заново. В каждом участке мембраны потенциал действия возникает заново. И вот так вот он и передвигается. А вот как вы думаете, почему он идет, вот если мы здесь теплоризуем, то есть вот если он отсюда пришел, потенциал действия, вот, слева направо, он идет вот сюда. Почему он направо? Здесь-то, в этой части мембраны, то же самое происходит. Здесь же тоже теплоризованная мембрана. И, в принципе, ее мембранный потенциал достиг порогового значения. Потому что идет задержка потенциала зависимого натриевых каналов и движения натриевых каналов. Абсолютно нет. Потому что потенциал зависимого натриевых каналов инфицирован еще. Они задают вот эти вот вторые ворота, они еще и втяжут. Переводут рефракторность. Поэтому потенциал действия двигается в одну зону. Он теперь, это шва на этом показывал, который оборачивает, как вывод, туалетные бумаги оборачивает наш аксон. Они, такой механизм, есть в позвоночных животных, в без позвоночных его нет. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы потенциал действия не возникает под этими клетками, в том месте, где они оборачивают аксон. Они возникают между вот этими. А потенциал действия перескакивает между перехватами ранги. То есть он возникает вот так тынь, потом тынь, потом тынь, тынь, тынь. И благодаря этому он продвигается по аксону быстрее. То есть без позвоночной проблемы скорости решили тем, что сделаны все более и более толстые аксоны, потому что чем толще аксон, тем быстрее по нему тоже проходит потенциал действия. А позвоночные придумали такой более изящный механизм. Аксоны остаются не очень толстыми, но за счет вот этой миелиновой оболочки, как называется, вот таких клеток, у нас потенциал действия так перескакивает по аксону и довольно быстро передвигается. Значит, для тех, кому все-таки ионная теория оказалась сложноватой, вот просто запомните такую ассоциацию. Вот чем отличается передача нервного ипульса по проводам от передачи нервного ипульса по аксону? Вот по проводам нервный ипульс идет постоянно, очень быстро, но при этом затухает, потому что вот нет вот ток, вот для того, чтобы передавать ток на дальнее расстояние, нужно время от времени ставить такие станции, где он обратно усиливается, потому что ток, когда идет по проводам, силы ток все время уменьшаются. По нашим аксонам этот сигнал идут медленнее гораздо, но зато они не затухают, потому что они каждый раз возникают заново. Вот так ассоциация, тогда был такой способ коммуникации на дальнее расстояние, такие сигнальные огни. Люди, когда нужно было что-то сообщить далеко, люди зажигают вот такие костры, зажигали костры и тогда следующие люди, которые находились, дежурили около таких костров, где-то далеко, они видели, ага, костер зажегся. Они тоже заново возникали, зажигали костер, раз, потом следующее, 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 и так быстрее, чем любой конец, ничего не видно, можно было передать информацию. Потенциал действия, он точно так же скачет, как такие сигнальные костры, каждый раз возникает заново, но за счет, из-за этого не очень, с не очень высокой скоростью он как-то передвигается. Можно сомневаться. Да. Откуда берется потенциал действия? Потенциал действия, как вы думаете, ну вот, Ходжкин и Хаксли очень долго прожили, вообще у них была счастливая жизнь, не умерли они не так давно, но все-таки они умерли. А потенциалы действия по-прежнему у нас откуда-то берутся, то есть их явно уже вызывают не Ходжкин и Хаксли. А откуда они берутся? Как вы думаете? От внешнего воздействия. От внешнего воздействия раз. Прекрасно. У нас есть чувствительные нейроны с чувствительными окончаниями, если на это окончание как-то подействовать, там возникает потенциал действия. Второе. Это чувствительные нейроны, да. Ну, а еще? Чувствительные нейроны – это хорошо. Еще есть спонтанно-активные нейроны, нейроны, в которых потенциал действия возникает сам по себе, и не буду сейчас говорить, как это происходит, это несложно. Ну, а главный, собственно, путь – это передача от нейрона к нейрону, та самая синаптическая передача, о которой вы уже упоминали. Потенциал действия может возникнуть в синусе, в постсинаптическом окончании, ну, или в постсинаптическом окончании, ну, неважно. Нейроны умеют передавать друг от друга сигналы. Чувствительные нейроны, да, мы уже сказали, у нас наши чувствительные нейроны, и чувствительные окончания оканчиваются где-нибудь, в наших органах чувств, например, в коже, или в глазах, или в ушах, да, и в мембране этих самых чувствительных нейронов, ну, окей, они по-разному устроены, давайте возьмем нерочувствительные нейроны в коже. Вот, да, вот у них этот дендритик, который вошел в нашу кожу, он там где двится, и на его мембране есть специальные рецепторы, которые реагируют, ну, например, на тепло. И если к нашей коже донести что-нибудь теплое, или мы дотронемся до чего-нибудь теплого, то эти рецепторы внутри мембраны, рецепторы, в смысле, это белки, которые, которые, если нагреть, в этих белках открываются в мелке тоже ионные каналы, такие же, ну, не такие же, но тоже каналы, через которые могут проходить ион. Вот если такой ионный канал нагреть, пора открывается, в эту пору он вступает на положительно заряженные ионы, и что происходит с мембраной потенциалом, когда деполаризуется, уменьшается. можно вызвать так потенциал действия. Стандартный вопрос. Вот если потенциал действия возникает по закону «все или ничего», то есть он может быть либо есть, либо нет, но величина всегда одинаковая. А сила, сила воздействия на нас все время разная. Нас можно легонечко нагреть, а можно сильно нагреть. Мы увидим яркий, можем видеть яркий свет, можем видеть тусклый свет и так далее. А как вот кодировать, как передать информацию о силе воздействия, если величина потенциала действия всегда одинаковая? Да. По-разному нейрону? Так можно, да, так делаем. Действительно, есть нейроны, там есть чувствительные нейроны, более чувствительные, например, есть менее чувствительные, это значит, у них разный порог воздействия. Хорошо. А еще, по одному и тому же нейрону? Частоту, правильно. То есть есть, да. Возможно, еще глубиной, то есть настолько сильно, глубоко от частотуры. Нет, правильный ответ, частоту. То есть, если вы воздействуете сильно на рецептор, там генерируется много потенциалов действий, часто. Если воздействуете слабо, то потенциалы действия генерируются не много, но они будут сильно, а такие методы могут быть часто. То есть здесь сильное воздействие, здесь слабое воздействие. Так что то, что потенциал действия всегда одной и той же величины, не мешает ему с помощью потенциалов действия передавать информацию.